Ну, привет, Одесса. Приехали. Это ЖД вокзал. Приключения. Ищем домик, где мы живем. Пока искали квартиру, в которой мы будем жить. Знали адрес только. Спросили у местных жителей, на каком транспорте к нам доехать туда. Нам сказали на транспорте восьмой номер, допустим. Мы сели, едем. Ну и в транспорте, думаю, спросим у мужичка, на какой же остановке нам выходить. До этого нам сказала бабушка, ехать на транспорте, три остановки, и будете там, где вам надо. Потом пройдетесь пешком. Мы сели в транспорте. Сели и решили переспросить у дедушки местного, а на какой же остановке выходить. Спрашиваем, говорят, так вы вообще не тот травматчик сели. Надо перейти через дорогу, сесть на травматчик, и третья остановка от ЖД вокзала. Ёлки-палки, короче, вышли, перешли через дорогу, ждем травматчика. Проехали остановку, три остановки, вышли. Звоним своему человеку, который нам задает квартиру. Куда дальше? Оказывается, мы проехали вообще конец этой улицы, которая нам надо. И мы минут 30 по этой улице, где наша квартира находится, только мы в конце были. Бежали по этой улице в самом начале, чтобы успеть, потому что ей надо было уходить срочно. Как она говорит, хозяйка квартиры, что переспросите 11 раз, какой-то из них будет правильный. Это Одесса. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Снимает, короче, все знаки отличия социалистической труда и упоминания Советского Союза. В Одессе ничего этого не делают. Пожалуйста, вон Георгиевские ленты все видно. Спасибо вам, что оставили немножко из ссоры хоть где-нибудь в Украине. Прикольно, паломническая ночлежка, так скажем, да? 200 гривен в сутки, еще обед и ужин дают. Свято-Ильинский монастырь. Очень красивое здание. Двери. Монастырь красивый очень. Я по таким местам не хожу, но здание реально красивое. Находится на Пушкинской 79. Мене в этом городе нравятся указатели, которые вот так вот висят с их трамваи. Даже сбоку обозначение маршрута и номер. И вместительность у них такая интересная. С каждого края по одному человеку сидит ряд. А стоять можно три ряда. И поручни даже посередине и по бокам трамвая. Ну что я хочу сказать, то есть если вы были в Бердянске, то вам заблудиться в Одессе невозможно. А если вы были в Одессе, то в Бердянске будете чувствовать себя комфортно. Городы почти идентичны. Кстати, по городу везде кошечки гуляют. То спят, то лежат. Сейчас я направляюсь на привоз, купить себе шорты. Так как вчера в штанах и футболке я получил тепловой удар гулять на солнце. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»